Некоторые родители уверены, накормить ребенка супом можно только с помощью скотча, зафиксировав ребенка надежно, чтобы он никуда не убежал. А моя очаровательная гостья, участница проекта Мастер Шеф шестой сезон, Осьмик Гаспарян утверждает, осьминог поможет сделать суп вкусным для любого ребенка. Встречай, мои дорогие гости, здравствуй. Здравствуй. Рада тебя видеть, наконец-то и ты дошла. Уже почти все участники проекта были у меня в гостях, но в этот раз я знала, спасти положение может только Асмик. Проблема в чем? Родители понимают, что суп ребенку есть нужно. Ребенок понимает, что суп он есть не будет. И начинается борьба, которая продолжается с уговорами, иногда с обещаниями, подарочками, задабриваниями, скандалами. Об этом родители пишут, неоднократно обращаются на страницах в наших социальных сетях. И я подумала, а кто же все-таки сможет приготовить еще один вкусный супчик, да так, чтобы ребенок уплетал за обе щеки. А, Асмик! Ведь у нее сынок! И эта проблема тоже была. Димурчик отказывался есть все супы. И эту проблему я для себя решила. Оно должно выглядеть так, что он скажет, мама, что это и заинтересуется. Я придумала такой осьминог. Есть секреты, которые Асмик откроет сегодня. Но прежде чем мы перейдем к супу, я предлагаю по чашечке кофе. Сразу отдохнем, потом легче будет работать. Да, да. Этот суп я готовлю со своим сыном. Если ребенок принимает участие в готовке, то блюдо ему понравится. Ну, практически стопроцентно. Иногда стою, готовлю на кухне мастер-шеф и думаю, вот сейчас бы он пришел, и мне эту картошечку быстренько бы почистил и дал. А я думала, ты размышляешь, бедный мой сынишка, кто же ему готовит вкусную еду? А кто ему готовит вкусную еду, пока ты на проекте? Вкусную еду сейчас ему готовит моя мама. Поэтому сын не пропадет? Да. Ну, я-то знаю, что он не пропадет, и вы поймете, откуда я это знаю, буквально через несколько секунд. А пока у меня к тебе вопрос вопросов. Как ты думаешь, кто победит в мастер-шефе? Я думаю, что в этом сезоне в проекте победит тот, кому это даст бог. Ой, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. А конкретно? Я хочу, чтобы это была я, конечно же. Но если все-таки не ты, тогда кто твой самый такой, знаешь, опасный конкурент? Ну, я делаю ставки на Юру или на Олега. Я болею за тебя. Спасибо. Ну, взяла вот так вот и сказала, за кого я болею. Олег и Юра. То есть мужчины только могут с тобой конкурировать, как ты считаешь, да? Нет, я просто в Юре вижу такого, знаете, человека, который рвется. Вот ему оно интересно. У него есть такой потенциал именно кулинара. А Олег сильный духом, поэтому я думаю, что ребята... Да. Олег уверен в себе. Когда он был у меня в гостях, я это почувствовала. Так что если так сложится, что ты дойдешь до финала, будешь сражаться или в полуфинале, то тебе придется нелегко. А ты такая хрупкая. Угу. Справишься, если что? Ну, я включу там уже на финале, включу все свои женские чары. А-а-а! Класс! И буду их отвлекать от готовки. Я сейчас тоже включу свои чары. Силой данной мне кулинарной магии и магии «Все будет добро», я сделаю сейчас так, что у тебя будет помощник в приготовлении. Это будет человек, которому ты обрадуешься в сто раз больше, чем любому другому человеку на этой земле. Потому что готовить сегодня с тобой на кухне «Все будет добро» будет твой сын Тимур! Да! А-а-а! Привет! Сюда беги, Тимурчик! Привет! Привет! Привет, Тимурчик! Ну, как мы встречаем? Я за тобой с путем, а? И я за тобой! О, Боже! Располагайся, Тимурчик! Я очень рада, что ты сегодня здесь с нами. Даже как-то неудобно предлагать вам, друзья мои, готовить. Да, потому что вам хочется пообщаться. Тимур, будешь маме помогать? Да? Да, но у нас сегодня есть в обычном жизни такая же традиция, мы же готовим с ним вместе. Ну что, тогда будем суп готовить, да, Тимур? Да. Вкусный? Да. Тимуру нравится. Сейчас он вместе с мамой приготовит этот суп. Я попробую, чтобы убедиться, что суп действительно вкусный. Мы уже столько разнообразных супов готовили. Родители очень стараются, чтобы дети ели вкусные и полезные супы. Я даже не знаю, Асмик, что тебе нужно придумать, чтобы нас удивить. Перед тем, как мы начнем готовить суп, мы должны сделать заготовку для осьминога. Это соленое песочное тесто. Для этого нам понадобится 180 грамм сливочного масла, мука 250 грамм, соль чайная ложка, 20 граммов сахара, 30 миллилитров воды и два желтка. И хлеба не надо ребенку, и как огромное красивое украшение на саму тарелочку. Отличное настроение у Тимура, но еще бы с мамой встретился. Воспользуемся комбайном. Мама на мастер-шефе, а ты скучаешь по ней? Скучаешь. Ну, по телевизору смотришь, да? Да. Все ингредиенты для теста смешиваем в кухонной машине. Идеальное песочное тесто нам поможет замесить коносадка в нашей кухонной машине. Мы только регулируем скорость с помощью специальной ручки и наблюдаем за процессом. С удовольствием. Правда, Тимур? Да. Молодец. А кто тебе в мастер-шефе нравится? Тех друзей и маминых. Маминых друзей, правильно. Действительно, Асмик, все уже вы друзья? Ну да. 180 грамм сливочного масла. У вас красивые салфеточки. Скажи, ты настоящий джентльмен, комплименты делаешь. Да. А у меня красивое платье. Нравится тебе? Угу. А у тебя красивые глаза. Асмик, ты, конечно, уникальный участник проекта. В том смысле, что у тебя редко бывают конфликты. Ну, я помню, конечно, как ты вот так вот кричала с красным лицом на Вику, когда она пыталась профитроли на набережной испечь. Вика! Дай, пожалуйста. Вика отдала мне в руки. Отдала мне в руки. Я не буду терпеть, если вы здесь будете орать. С красными глазами, понимаешь, залившейся кровью. Орёт просто. И поддакивает этой Катей. А Катя ей поддакивает. Перестань кричать. Повторяю последний раз. Потому что сейчас жарит мясо. Смотри, Вика такая, она ругалась. И с такой девочкой, которой я хотела, да, она приготовить, чтобы больше другая девочка не готовила. Видите, даже дети понимают, что происходит. Ключевое словосочетание. Вика ругалась. Вика ругалась, да. Мука, 250 грамм. Я сам добавлю муку. Какой же ребёнок откажется кушать то, что он вместе с мамой приготовил? А вот это что, знаешь? Рыба. Рыба, молодец. Я сам всё знаю. А вон то зелёненькое в тарелочке лежит. Вон то, что это. Лавровый лист. Лавровый лист, всё правильно. Расскажи, зачем мы кушаем. Вот такими сильными, да? Чтобы аж мог и папу понести я. Такая мечта. Вот так папу поднять и вот так подкинуть его чуть-чуть, да? Да, подкинуть. Мне кажется, Смик, что бывают моменты в твоей жизни, ну, когда ты дома вот раньше была, а не на мастер-шефе, что тебе хочется, чтобы Тимур просто чуть-чуть тихо посидел. Да. Да? Сыночек, смотри, тесто уже готово, видишь? Теперь мы наше тесто аккуратненько слаживаем в плёночку. Давай я сам поставлю. Заверну, чтобы... Заворачивай. Молодец. У тебя отлично получается. Неси в холодильник. Нам нужно 20 минут для того, чтобы тесто стояло в холодильнике. Мы за это время приготовим суп. Да-да-да. Для супа нам понадобится филе рыбы минтай 200 грамм, репчатый лук, картофель, морковь, специи, плавленый сырочек, а также немножечко сливок. Оливковое масло ещё нам нужно будет. И что сейчас будет надо? Смотри, тут у нас есть, видишь? Вкусно пахнет. Это ванильный сахар. Это для картошки, но об этом я скажу чуть-чуть позже. Ванильный сахар в суп? Да. Думаю, что это вообще, можно ли сказать, это обалдеть. Вот я тоже хотела так сказать. Картошечку нарезать кубиками. Давай, накидывай. Даже ребёнок справится. Видишь, какие кубики? А мастер-шеф и Асмик поэтому скучает. Дальше мы морковочку должны натереть на тёрочку. Ты мне будешь помогать? Ну вот, иди, судьи. Судьи? Так это же они там, на мастер-шефе. А мы с тобой где? На все будут добрые. А, судьи на другом проекте. Да, они отдыхают. Готовятся к новому конкурсу, в котором мама будет участвовать. Сильный, красиво получается. Теперь давай я. Кажется, есть уже претендент на участие в мастер-шеф дети. Как ты думаешь, Асмик? Ему нравится, он проявляет к этому интерес. Я думаю, что ещё года два, и Эктор с Татьяной и Сергей будут вспоминать ему, что вот когда-то мама стояла здесь. Хочется морковку съесть. Хочется? Ешь. Я чуть-чуть. Я буду нарезать лук. Возьмём лук. Лук мне не разморо. Мама порежет так аккуратно и быстро, что мы даже заплакать с тобой не успеем. А что нравится тебе больше всего? Из еды. Супчик. Мы его готовим с тобой вместе? Я яичницу я сам тоже готовлю. Нет, то есть мамой я готовлю. Вовремя исправился, а то я бы уже прям сильно удивилась. Мама мне помогает, и я, и маме помогаю. А там что? Что там? Что там? Гости мои сидят там. Вот что там? Да, что не видно, смотри, сколько гостей. Теперь я налью немножечко масла оливкового. И туда закидываем лук. Добавляем сейчас морковочку. И пассируем, пока оно станет таким лёгким и мягким. Я ещё тренируюсь дома, чтобы быть силачом, чтобы папу подкидывать до горы, до горы. А как ты тренируешься? Ты делаешь упражнения? Я вот так делаю, ещё отжимаюсь, ещё на стульях, вот так столько это мне тяжело. И пассируется морковка вместе с луком на оливковом масле. Поставим воду для бульона и начнём заниматься рыбкой. Рыбу можно брать любую, абсолютно, какую рыбку любит ваш ребёнок, ту рыбку и мы берём. Можно сделать нахеки, натотения, мерлуза. Если вам нужен праздничный суп, то это может быть красная рыба, может быть креветочки. Мы нарежем его на маленькие кусочки, для того, чтобы оно уже отварилось, мы его достанем при этом. Сгорит! Сгорит, да, солнце, сгорит, убираем. Так, морковочка у меня с луком готова, ждём, пока сейчас будет бульон. На рыбке варим бульон, бульон должен быть такой, наваристый. Поэтому сначала отвариваем рыбу или морепродукты, которые у нас есть. Но я так понимаю сейчас... Я тоже люблю супчик. Да, пообщавшись с Тимуром, Асмик, что в каком-то смысле ты и отдыхаешь на мастер-шефе, потому что дома у тебя. А у вас ещё есть такая... Такой замечательный, активный ребёнок. Работа, увлечение, кулинария. Как ты всё это успеваешь? Ну, на мастер-шефе для меня, конечно, посвободнее, что ли, получается, потому что, ну, как бы, там я занята только тем, что я думаю и готовлю, да? Как бы нет вот нагрузки семейной, как бы я свободна от работы. Ну, конечно же, когда хочется, чтобы вот, вот когда вспоминаешь про семью, то как-то чеки уже сразу не хватает. Какая зелень? Пробуй. Петрушка. О, молодец! А это? А это что? Укр. Укроп. Укроп. Укр, да, укр. Укроп. Теперь маленький секрет. Для того, чтобы ребёнок хотел это кушать, его нужно сделать так, чтобы это было пряно и вкусно, да? Я туда поставлю так называемый лёгкий букет гарни. Это лавровый лист, орегано, укроп, петрушка. В принципе, можно поставить любую зелень, которая есть. Темян, розмарин прямо в бульончик положить. Его можно даже ниточкой завязать для того, чтобы бульон был потом чистый, его просто взять и удалить. Рыбка у нас готова, мы возьмём. Рыбка очень вкусная у мамы. Боже, прелесть какая. Давай, можешь ты нарезать. Тут бульончик практически кипит, там есть рыбка. Плавленый сырок добавляем в бульон и ждём, пока сыр расплавится в самом бульоне. А картошку мы когда варили? Картошку мы сейчас будем пассеровать под ванилью. Можно ванильный сахар. Какое отношение ванильный сахар имеет к картошке? Немного понятно. Надя, знаешь, это мой секрет. Я поняла, что если любое блюдо будет им первым делом пахнуть как десерт, то уже плюс один в карму мамы. Допустим, в борщ тоже можно картошечку прожарить и добавить немножко ванильного сахара. Немножечко это становится сладким и даёт аромат. Ребёнок нюхает и нету запаха вот этой тушёной капусты. То же самое с рыбным супом. Сейчас я отсюда забираю наш букет гарни. Он уже нам не нужен. Забираю с бульона ту рыбу, на котором я готовила наваристый бульон. Сюда я добавляю сейчас сыр плавленый. Мелко нарежем, чтобы быстрее расплавилось. Плавленый сырочек. Цвет даёт такой, он немножечко становится нежный, беленький. Ну и даёт такую густоту, особый такой сливочный-сливочный вкус. Похож на крем-суп становится, да? Получается на крем-суп. В принципе, этот суп можно в конце просто тоже блендером взбить. Один суп варишь, а у тебя, получается, есть два разных вида. Я сейчас начну готовить картошечку. Мне нужна горячая сковородка. Буквально чуть-чуть оливкового масла добавляю. Картошечку. И прямо сюда я добавляю ванильный сахар. Прямо на картошечку в процессе жарки. Это изумительно. Это я никогда такого не видела. Картошечка у нас уже готова. Добавляем картошечку. В наш бульон. Сейчас немножечко дадим картошечке подвариться. И добавим сливки. Как быстро у нас все готово, правда? Он и так быстро готовит. Можно я посмотрю в холодильнике тоже. Тесто? Неси сюда тесто. Ты вовремя вспомнил. Да, оно уже не мягкое. Ты такой молодец. Ты нам помогаешь. Ты следишь за процессами. Давайте начнем делать осьминога. Сейчас мы раскатаем тесто. Я сам раскатаю. А где тогда вот такая? Я думаю, что мы сейчас найдем скалку. Даже две. Одну тебе, одну маме. Ты тоже сможешь помогать. Осьмик, дай, пожалуйста, Тимуру маленький кусочек теста. Это такой экспериментальный кусочек. Возьмем пергамент. И будем раскатывать через пергамент. Сейчас будем делать осьминога. Доброе. Такое оно должно быть миллиметров четыре в толщину. Надя, включи духовку на 180 градусов. Хорошо. Спасибо. Берем такую форму. Осьминог может быть какой хотите. Все зависит от того, как у вас блюдо, в котором ребенку суп будете наливать. С помощью кулинарного кольца или подручных средств. Да, может быть, стакан, чашка. Делаем эти осьминожки. Восемь ножек у нашего осьминога должно быть. Если у вас получаются эти ножки короткими, это не есть проблема. Мы их можем просто взять и удлинить. Не пойму я только, почему ты говорила об осьминоге, а у нас получилось солнышко и при чем тут суп? Сейчас, Надя. В бульон мы уже готово из картошечки кидаем нашу рыбочку кусочками. Вот у нас уже есть практически готовый суп. Я сюда добавляю ложечку сливок. Вместе с плавленым сырком они дали и цвет, и консистенцию. Наливаем в нашу форму для запекания суп. И дальше мы берем нашего осьминога прямо на пергаменте. Аккуратненько. Осьминог напал на тарелку. Надо охранять супа. Он будет охранять суп. А потом мы съедим и суп, и осьминога, да? Да. Как, может, ребенку не понравится такая подача супа? Осьмик сделает еще две порции супа, и через 10 минут у нас будет три тарелочки вкуснейшего супа с осьминогом. Итак, прошло 10 минут, и сейчас на этой кухне произойдет настоящее маленькое чудо. Вместо скучного супа мы из духовки достанем осьминожков запеченных. Горячие. Осторожно, горячо. Раз. Ой, как интересно. Глазки сделаем из оливок. Все по силам маме, которая умеет вкусно готовить, и у которой еще фантазия так развита, как у тебя. Каждому осьминогу поставим по два глазика. Глазеет осьминог теперь. И что у нас есть? У нас еще есть укроп. Так. Из укропа мы можем сделать реснички. И пока осьмик украшает суп, я напомню, как мы его готовили. Возьмите филе ментая или другой рыбы, репчатый лук, морковь, картофель, букет гарни, плавленый сыр, оливковое масло, сливки, ваниль. Измельчите лук и морковь. Пассеруйте на растительном масле. Сварите рыбный бульон, добавьте букет гарни, плавленый сырок и размешайте до полного растворения. Достаньте рыбу, добавьте пассерованный лук и морковь. Картофель порежьте кубиками, прогрейте с ванилью на сковороде и добавьте в суп. Когда картофель будет готов, добавьте рыбу и сливки. Для приготовления осьминога из песочного теста возьмите сливочное масло, муку, сахар, соль и желтки. Желтки разотрите со сливочным маслом, замесите соленое песочное тесто, отправьте в холодильник на 20 минут. Раскатайте тесто, вырежьте осьминога, запекайте 10 минут при температуре 180 градусов на тарелке с супом. Будем пробовать? Угу. Ну давай угощаться. Тут еще нужен небольшой мастер-класс, как правильно кушать этот суп. Ну можно отрывать ножки изначально. Осьминогу с его ножками нужно снять с тарелочки, а там супик. Ой, какая прелесть. Ммм, вкусно, как хотя будет. Наконец-то мама приготовила. Мама и Тимур встретились на кухне, все будут добрые. Я так рада, что эта встреча состоялась. Спасибо, Надя. А я тебя люблю. Очень вкусный супчик. Приготовьте суп, он очень вкусный. Музыка. Музыка. Субтитры подогнал «Симон»